Ну что, давайте поговорим про некоторый специальный тип дифференциальных уравнений. В прошлый раз мы обсуждали, какие вообще бывают дифференциальные уравнения. В этот раз поговорим про автономное дифференциальное уравнение. Сейчас я скажу, что это такое. Будем говорить про автономное дифференциальное уравнение напрямую, то есть у нас фазовое пространство будет одномерно. Так, а запись, я кажется, так и не включил. Итак, смотрите, что такое автономное дифференциальное уравнение? Мы обсуждали, что в общем виде дифференциальное уравнение можно записывать вот так. В правой части f зависит от t и x. Но бывают уравнения, собственно говоря, они часто встречаются. И как раз те уравнения, которые мы в прошлый раз обсуждали, в них не было никакой явной зависимости от t в правой части. Была просто зависимость от x. Значит, вот это вот общий вид. Есть явная зависимость от t. Они называются неавтономными, если такая зависимость есть. Уравнение вот такого вида x-точка равняется, давайте я буду писать v от x. Значит, это называется автономное уравнение. Значит, условия автономности дифференциального уравнения – это просто условия, которое говорит, что как бы у нас система как-то эволюционирует с течением времени. Нет, у нас есть какая-то динамика, но при этом сам закон, по которому эта динамика развивается, сам закон этот не меняется в течение времени. И, например, скажем, вот какие-то уравнения, которые в прошлый раз обсуждали, скажем, вот уравнение мальтузианского роста, x-точка равняется kx – это пример автономного уравнения. Вот. Значит, мы часто будем изучать именно автономные уравнения, не всегда, но часто. И чем хороши именно автономные уравнения напрямую, то есть с фазовым пространством в размерности 1, это тем, что их можно решить, что у них есть явная формула для решения. Собственно говоря, сейчас я попробую эту формулу вам рассказать. Идея такая. Ну, давайте попробуем. Значит, мы в прошлый раз обсуждали методейлера, и мы на семинарах что-то обсуждали про методейлера. Вот. И давайте посмотрим. Вот пусть у меня есть… Значит, как решать такие уравнения. Значит, пусть у меня есть некоторая система. Значит, у меня здесь t, здесь x. И вот я стартую из какой-то точки. Здесь у меня t-nobics, но мы начальные условия. И вот я хочу найти решение, которое проходит через эту точку. Как мне это сделать? Ну, в принципе, я мог бы решать это уравнение просто методом мейтера. И тогда я должен был бы делать шаги из этой точки. Давайте считать, что у меня уравнение x-точка равняется v от x. Значит, ну вот я мог бы сделать какой-нибудь шаг из вот этой точки. Значит, какой у меня здесь угловый коэффициент мне нужно выбрать? То есть, если я хочу взять прямую из поля направлений, которая проходит… v от x-точка. v от x-точка, да. Значит, вот я могу взять прямую с угловым коэффициентом v от x-точка. И как бы сделать какой-то маленький шаг. Проблема состоит в том, что когда я захочу дальше сделать из вот этой точки еще один шаг, я заранее так толком не знаю, куда я именно попаду. Это зависит от того, какой у меня v от x-точка. И дальше то, какой у меня v от x-точка будет влиять на то, в какую точку я попал. То, в какую точку я попал, будет влиять на следующий наклон. И, в общем, с помощью компьютера это легко посчитать. А вот записать какую-то явную короткую формулу несколько сложнее. Но давайте подумаем, как можно было бы модифицировать метод Эйлера так, чтобы с одной стороны тоже делать маленькие шажки, а с другой стороны точно знать, куда мы при этом попадем. Потому что если мы знаем, куда мы попали, то мы знаем, чему равняется v от x. То есть если мы знаем на очередном шаге очередной x, то мы точно знаем v от x. Но, с другой стороны, если мы знаем, куда мы попали, то тогда чего же мы не знаем? А как переформулировать задачу в этом случае? Я хочу восстановить некоторый закон движения. Закон движения показывает, в какое время, в какой точке мы находимся. И я хочу сделать так, чтобы мы на каждом шаге нашей процедуры мы знали, куда мы пришли. И могли бы заранее сказать, что на пятом шаге мы придем туда. Какой тогда вопрос правильно поставить для того, чтобы наша задача именно сводилась к тому, что мы пытаемся найти закон движения? Найти шаг. Найти шаг, да. Найти время, за которым туда попадем. То есть, вместо того, чтобы искать зависимость, вместо того, чтобы искать зависимость расстояния от времени, положения от времени, мы наоборот, мы зададим такой вопрос. Вот мы стартовали из точки x0, t0. И, допустим, что мы знаем, что здесь у нас скорость положительная. Давайте мы возьмем какую-нибудь другую точку. Мы взяли здесь какую-то точку x. И зададим такой вопрос. А когда мы... Через какое время мы дойдем до этой самой точки x? А как можно на такой вопрос отвечать? Типа метода мейлера? Или чем-то похожее? Маленькие шажочки. Маленькие шажочки какие-то? Такие? Ну, по... Значит, ну вот, если мы делаем маленькие шажочки по времени, то здесь возникает вот та проблема, что нельзя написать короткую формулу. Мы можем сказать, что это прямой такой тип x, который мы делаем по времени. Ну, да, на самом деле, смотрите, идея такая. Давайте я теперь возьму, и вместо того, чтобы делать маленькие шажочки по времени, я буду делать маленькие шажочки по x. То есть я разобью весь этот путь. От x0 до x. Я разобью его во много маленьких шажочков. У меня здесь будет x1, x2 и так далее. И дальше я для каждого из этих шагов задам вопрос. Сколько времени у меня займет очередной шажок? Ну, давайте посчитаем. Опять же, я просто приближаю... Я считаю, что на маленьких временах у меня скорости не меняются примерно. И все хорошо аппликсимируется соответствующим указателям. Давайте посмотрим, допустим, сколько времени нужно, чтобы дойти от x0 до x1. Соответственно, я должен найти вот это время. А сколько времени нужно, чтобы пройти от x0 до x1? x1 минус x0 на катангенс угла. На катангенс угла. А чем равен катангенс угла? 1 лидит на v, да. Ну, собственно говоря, это школьная формула. Я спрашиваю, с какое время мне нужно, чтобы преодолеть расстояние x1 минус x0. При том, что я считаю, в рамках моего линейного приближения, я считаю, что я тут двигаюсь к постоянной скорости. То есть прямо вот работает честная школьная формула. Да, мне нужно расстояние. поделить на скорость. То есть, иными словами, мне нужно x1 минус x0 поделить на v в какой точке? Ну, вот, да. Опять же, это приближение на самом деле. Потому что мы сейчас верим в это линейное приближение. Но, тем не менее, давайте пока в него верить. Ну, и на самом деле, можно было бы это записать, как типа delta x1, delta x0, x9, x0. Ну, а дальше что можно сделать? Ну, понятно, что вот, окей, в той точке, в которую мы здесь попадаем, вот в этой вот точке, мы сейчас посмотрим на новую скорость. Да, я хочу, опять же, применять метод Эйлера, но только применять его вот таким вот не совсем обычным образом. Шагать не по времени, а по расстоянию. И дальше я задаю вопрос. Хорошо, вот с этой вот новой скоростью, значит, вот эта новая скорость, она, кстати, какая будет? График x1. График x1, да. Значит, если я двигаюсь вот с этой новой скоростью, то за какое время я преодолею следующее расстройство? Ну, то же самое. Значит, давайте просто сразу скажу, что на шаге и у меня время примерно равняется чему? Да, а если я теперь хочу найти время прохождения от x0 до x, значит, общее время движения от x0 до x. Это будет вот такая сумма. Сумма по и там от 0 до n-1 дельта x и разделить на v от x и. И напоминает ли вам что-нибудь эта сумма? Какая функция? Да, это на самом деле вот такая штука. Интеграл. Интеграл в каких пределах? От x0 до x1. От x0 до x1. Мы интегрируем вот эту отрезочку. Мы интегрируем вот такую функцию. И это есть время, за которое мы дойдем до... Ну, то есть на самом деле это все довольно неформальное сейчас рассуждение. Я сейчас делаю формальное рассуждение. Но мне кажется, что здесь прям вот хорошо видно, что вот та формула, которая из-за этого получилась, но это на самом деле вот наша обычная школьная формула вот такая вот, только поскольку у нас скорость постоянно меняется, нам вместо того, чтобы просто поделить все расстояние на всю скорость, нам приходится считать вот такой интеграл. Просто за счет того, что у нас переменная. Переменная варь. Вот. Ну и понятно, что с одной стороны, когда мы будем увеличивать количество отрезков разбиения, то есть увеличивать N, с одной стороны у нас вот эта вот сумма, интегральная сумма будет становиться все ближе и ближе к интегралу, а с другой стороны у нас вот это наше ломанное будет становиться все ближе и ближе к нашей настоящей киеве на их тебе в другое очень легко поверить но таким образом ответ получается таким что решение x от t уравнение x точка равняется v от x с начальным условием x с точки т 0 равняется x 0 удовлетворяет такому соотношению что интеграл от x 0 до x от x разделить на x равняется времени движения время движения просто t минус ты но вот это вот формула в учебнике арнольда называется формулы барроу барроу это учитель ньютона в принципе анализ как создали ньютон лебнец но арнольд по крайней мере считал что барроу знал эту формулу понимал что дифференциальное уравнение нужно решать так хотя тогда наверное еще не было толком дифференциальных уравнений это очень полезная формула это в общем наш главный инструмент который нам позволит такие таки позволит решать хоть какие-то дифференциальные уравнения более-менее все что решается она сводится к этой штуке вот как можно было бы немножко по-другому прийти к этому ответы может быть чуть чуть более формально по камере более аккуратно ну вот смотрите давайте вернемся к нашей исходной задачи что здесь у нас происходило вот у нас есть значит вот у нас есть какое-то поле направлений для автономной системы тот факт что эта система автономная означает что это поле направлений обладает такой как говорят трансляционный вариант если она не меняется от того чтобы вы будете двигать право вверх а и тут можно сделать такой аналогии что вот у нас есть вот такой вот уравнение которое не меняется от сдвигу вправо влево а как выглядит уравнение которое не меняется сдвигу вверх-вниз ну а это вы говорите как от одного перейти к другому я спрашиваю просто каким вот если у меня есть поле направлений которое обладает вот таким свойством что она не меняется мой вопрос сейчас не про связь между этими двумя вот этой картинкой вот этой картинкой и это мы сейчас обсудим эту связь но мой вопрос про вообще вот у меня в моем утверждение такое мы утверждением на правой картинке такое что дифференциальным уравнением виду их с точки равняется v от x то есть автономным дифференциальным уравнением соответствует поля направлений которые не меняются при горизонтальном сдвиге мы вопрос таким вот такой каким дифференциальным уравнением соответствует поля направлений которые не меняются при вертикальном сдвиге x точкой до x точка равняется какой-то f от t она точно потому что он не меняется при вертикальных сдвигах это просто означает что если вы знаете это вы знаете на конкурс то есть это означает что правая часть она вообще не зависит от их сам а вот такие уравнения мы решать умеем они сейчас просто интегрировали поэтому дальше возникает такая естественная идея вообще в математике а такая важная важная фундаментальная идея это думать про такие инвариантности разных объектов но вот опять которая обладает каким-то симметриям в данном случае симметрия понимается очень широко а именно что есть какие-то преобразования которые сохраняют объект на месте ну например что означает что у объекта есть симметрия тому что частью генетической фигуры и симметрия относительно приму это означает что если я отразить относительно прямой она не изменится а вот здесь тоже есть такая симметрия на только она более сложным устроена более сложным образом устроена, а именно, что если подвигать ее вправо-влево, то ничего не поменяется. И использование таких симметрий — это один из таких мощных универсальных инструментов математики. Ну и дальше возникает вопрос, а как мы могли бы свести вот такую задачу к вот этой задачи? Как мы могли бы заменить инвариантность относительно вот таких вот сдвигов на инвариантность относительно вот таких сдвигов? Поменять роль координат. Это, в общем, ровно то, что мы сделали вот здесь. Мы сказали, что давайте мы теперь будем использовать ось Х ровно так же, как мы раньше использовали ось Т, и наоборот. То есть мы фактически вместо того, чтобы думать про зависимость Х от Т, будем думать, наоборот, про зависимость Т от Х. Будем искать решение уравнения относительно обратной функции, относительно функции Т от Х. Ну и давайте посмотрим, как это работает. Ну, конечно, мне понадобится сейчас наложить некоторые условия. Давайте предположим, что... Значит, вот мы сейчас решаем уравнение... Х точка равняется В от Х. И давайте считать, что у меня В не обнуляется. И более того, давайте считать, что оно просто положительное для определенности. По крайней мере, если мы работаем вблизи какой-то точки, у которой наклон не нулевой, то там это условие выполняется. тогда... Ну, а что это означает? Означает, что если какая-то функция является решением, то она строго возрастает. А значит, она обратима. Тогда любое решение... Давайте я решение обозначу через Х от Т. Оно строго возрастает, и значит обратим. Обозначим обратную через Т. Оно строго возрастает. Обозначим обратную через Т. Оно строго возрастает. Производная обратная функция. Да. Кто помнит... Кто помнит Матан-1? Как найти производную обратной функции? Значит, я хочу Т от Х посчитать производную по ДХ. Да? Кто это такое? Да. Значит, единица разделить на ДХ по ДТ. И в какой точке это нужно взять? Т от Матан-1 обозначен. Ну, сейчас. Значит, я хочу написать равенство, которое будет верно... Т от Х 0. Давайте я нарисую какую-нибудь картинку еще. Значит, вот у меня есть... Значит, вот здесь вот у меня есть Т, вот здесь у меня есть Х. Да, вот у меня есть какая-то крива. Значит, вот с точки зрения функции, которая написана слева, она устроена так. Вот у меня здесь есть Х. И вот эта вот штука, вот эта вот штука, это Т от Х. Да? Значит, в правой части я должен единицу поделить на ДХ по ДТ в какой точке? Значит, ДХ по ДТ просто... Значит, сейчас, у меня сейчас Х... У меня Х это на самом деле... У меня же Х это функция от Т. В точке Т от Х. В точке Т от Х. В точке Т от Х. Ну, как? Ну, вот смотрите. Ну, вот я считаю производную вот в этой точке. С точки зрения... С точки зрения функции, которая Х, это значение от вот этого момента времени Т. В момент времени Т называется Т от Х. Так что вот так получается. Хорошо. А чему равняется ДХ по ДТ? Если Х от Т, это решение нашего уравнения. Это и есть просто В. Значит, но... Значит, давайте смотреть. Это мы В должны поставить какую точку? Нет, потому что В это штука, которая зависит от Х. Ну... Ну, нет, нет. Мы просто... Мы подставляем одну и ту же точку, но просто называем ее по-разному в зависимости от того, так сказать, от какого аргумента у меня зависит функция. Это вечная проблема с применением теоремы производной обратной функции. Правильным образом называть перемены. Смотрите. Значит, ДХ по ДТ взяты в точке Т от Х. Это что такое? Это мы взяли вот эту точку, взяли вот эту точку и нашли здесь производную. Но это производная, это как раз угловой коэффициент нашей линии из поленаправлений. И он равняется В от Х. Все, с картинкой теперь верите. Вот. Отлично. То есть, смотрите, если теперь посмотреть на это равенство... Да, вот я начало, вот я конец. То видно, что это дифференциальное уравнение относительно функции Т от Х. И правая часть от неизвестной функции не зависит. У нас теперь Х играет роль времени. Х в правой части встречается, а Т не встречается. Это как раз означает, что мы получили уравнение вот такого вот вида относительно этой самой функции Т от Х. Ну и дальше можно просто проинтегрировать. Значит, получается, что Т от Х это и есть интеграл dx разделить на V от Х. И у нас было начальное условие. А именно нам было сказано, что Х в момент времени Т0 равняется Х0. Пусть у меня здесь был Т0, а здесь был Х0. А как нам это начальное условие запихнуть вот в этот вот, значит, вот сюда вот какую-нибудь эту формулу. Я хочу поставить здесь какие-то пределы интегрирования, может быть, добавить константу. Значит, Т от Х и это какой интеграл? Значит, смотрите, я хочу, чтобы, если я подставляю сюда... Ну, во-первых, понятно, что вот это условие, оно переписывается таким образом. Т от Х0 равняется чему? То есть это означает, что если я подставлю вот сюда в качестве Ха Х0, то у меня должен получиться как раз Т0. Но этого всегда можно добиться таким образом. Можно сказать, что это у нас интеграл от Х0 до Х. Ну, хорошо, давайте здесь переименую переменную какую-нибудь другую. У меня есть два достижения за время обучения на мехмате. Я научился списать буквы Х и буквы З. Вот. Значит, вот так. И чего-то не хватает. Значит, если я подставляю Х0, то интеграл равен нулю. И для того, чтобы начальное условие выполнялось, мне нужно еще добавить Т0. Ну, и получается ровно та формула, которая была уже. Значит, она связывает время, за которым мы дойдем до точки Х, с самой Т0.x через такой интеграл. Можно еще раз по поводу предложения про монотонность? Что-то подать, что она монотонна в этой такой точке? Ну, значит, сейчас я так немножко щедро потребовал, чтобы эта вся штука была бы монотонной для всех Х0. Ну, на самом деле, как эта штука устроена? Смотрите. Ну, вот давайте посмотрим на то, как может быть устроена наша функция, наше уравнение. У меня есть уравнение, x точка равняется v от x. Да, v в каких-то... Давай считать, что у меня v хотя бы непрерывный. Это означает, что у нее есть промежутки возрастания, промежутки бывания, скорее всего. Понятно, что я могу устроить как гадко, но... В общем, как-то она так устроена, что где-то она вот так вот возрастает. Не промежутки возрастания бывания, а промежутки положительности отрицательности накопленности. Ну, вот как-то она может быть устроена как-то вот так. Да, допустим, вот здесь вот у меня 0, здесь вот она отрицательная, здесь она тоже отрицательная. Ну, допустим, тут тоже 0. Вот это такая типичная история. И дальше, смотрите, вот там вот где у меня 0, там у меня точно есть решение. Значит, вот в этих вот точках, если вот здесь, значит, если вот в этой точке, допустим, x1, если v от x1 равняется 0, то там точно есть решение. Какое? Какое решение с начальным условием, что x равняется x1, если v от x1 равняется 0? Вот если я вот отсюда запускаю решение. Вот из этой точки, да. Ну, гарантировано, что вот такое решение существует. Просто константы. И здесь тоже будет константы. Вот. А между вот этими двумя состояниями, например, вот здесь, скажем, корней нет. Но тогда, если я возьму две точки, если я возьму две точки вот здесь и вот здесь, например, то между ними формула будет работать. Потому что у меня заниматель не будет никогда обнуляться. Вот. Вот. И поэтому, на самом деле, такого совсем глобального условия, чтобы там v всегда был положительным, на самом деле нет. Потому что оно так-так будет, как бы, у нас наше фазовое пространство, оно как бы разбивается в области, на которых эта формула действует. На самом деле, сейчас мы обсудим, тут возникает некая тонкость. Так, все отключилось. Отключится назад. Отключается. 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 Спасибо. Итак, смотрите, как у меня сейчас будет устроена жизнь. У меня, например, будут траектории, которые будут проходить как-то вот так. И через вот эту красную прямую они не будут пересекаться, не будут перескакивать, потому что вот здесь у меня вся динамика направлена в сторону уменьшения. Ну, по крайней мере, на этой картинке. Ну, давайте я покажу пример, как вот эта вся формула работает. Вот. Давайте мы-таки решим уравнение. x-точка равняется x. Мы для него знаем ответ. Давайте проверим, что мы действительно его получим. Значит, если у меня x-точка равняется x, то что мне говорит моя формула? Она говорит, что t-t0 равняется интегралу от x0 до x. Что нужно под интегралом написать? Ну, тогда дексиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксиноксинокс условия записывают просто вот так равняется dx деленное на x понятно что если я разрешаю выбирать произвольные x0 это 0 это то же самое потому что изменение x0 приводит к тому что есть просто добавлять сказать константы а с другой стороны произвольный выбор то 0 и на самом деле довольно часто вот этот переход от вот этого уравнения к этому уравнению записывать в виде такой не очень понятной формулы а именно говорят так ну вот наш исходное уравнение записывается так dx делить на dt равняется x а давайте мы теперь сделаем такую штуку давайте мы теперь это умножим на dt и поделим на x получается dx деленное на x равняется dt не спрашивайте что я делаю но чтобы это не было давайте теперь это проинтегрирую у меня получается интеграл dx деленное на x равняется логарифм да давайте сразу смотрим запишем можно вот так вот значит почему вот такой подход работает почему можно умножить на dt поделить на x и все такое прочее и почему почему преподавателя анализа которые от которой нас убеждали что это не дробь просто такое обозначение для производной были не совсем правы возможно этим преподавателем анализа был я я сейчас не хочу сильно в это углубляться можно навести на это дело некий математический формализм можно можно на самом деле связать вот этого равенства с той историей с которой мы начинали можно сказать что помните когда мы говорили что вот время прохождения этого отрезочка это есть вот такая вот штука дельта x и разделить на v от x и 3 и можно считать что вот это вот равенство которое на этой статье получилось она вот ровно это и говорит что время прохождения маленького отрезочка дельта т она определяется вот так это как бы длина этого отрезочка поделить на x потом нужно все проинтегрировать вот некоторые вот этому равенству можно придать абсолютно аккуратный смысл но для этого мне нужно будет поговорить про штуки которые называются дифференциальным в один формами мы про это поговорим на чуть попозже вот пока что можете считать что это такое мнемоническое правило как запомнить эту форму вот да но давайте дайте доделаем эту штуку значит у нас получилось вот такое вот такое равенство и и давайте выразим теперь x через т что у нас получается у нас получается модуль x равняется что там получается е в степени t минус c давайте поймем какие решения мы здесь могли потерять во первых то что у нас слева модуль x но это связано с тем что x на самом деле может быть как положительным так и отрицательным а справа у нас обязательно экспонента то есть какая-то штука который положить все если опять же вспомнить как выглядит картинка для этого уравнения это выглядит она как-то так вот у нас есть вот здесь вот горизонтальная наш поле направлений дальше у нас вот эта штука постоянно увеличивается вот так вот она постоянно уменьшается у нас на самом деле есть разные решения есть решение которое устроено вот так они всегда положительные они допустим начинают с положительного начального условия всегда положительные они соответствуют тому что вот под этим модулем стоит положительное число и модуль просто ему равен а есть вот такие вот решения ну можно просто было бы сказать так можно было бы сказать что x равняется плюс минус е в степени t минус c а еще можно было бы сказать что е в степени минус c это просто какая-то тоже константа да можно было вот активности и обозначить вот эту вот штуку через c1 тогда у меня получилось бы такая чтобы x равняется плюс минус c1 на е в степени т вот это вот c она бы какая а что вы можете сказать про вот эту вот штуку про c1 она положительная но за счет того что мы добавляем здесь плюс минус она становится произвольно не нулевой в принципе можно было бы сказать что вот если c1 значит если c1 обязательно положительно то работает вот такая формула а если а можно было бы убрать плюс минус и вместо этого просто разрешить c1 принимать на принимать отрицательные значения то же самое а ну и смотрите тут на самом деле происходит ровно то как я обещал у нас есть область в которой у нас знак в всегда положительных и поэтому в этой области работает наш формулу и есть область в которой знак в всегда отрицательно но и поэтому там тоже работает наша формула конечно когда я ее формулировал то утверждение это потребовал чтобы было положительным но это просто для определенности если он отрицательно то все те же самые суждения и где положить вот да отлично более того уже потеряли константное решение мы уже потеряли а кого константное решение x равна ноль да и как нам его назад обрести потеряли мы его ровно в тот момент когда мы стали применять эту формулу она действительно не работает в текст в тех случаях когда и x пытается пройти через 0 на самом деле он через 0 не пройдет точнее вот если если вернуться исходной формуле под этой вот формуле то понятно что у нее начинаются проблемы в тот момент когда вы обнуляется вот но с другой стороны когда вы обнуляется там понятно какое решение если у вас какой-то точке x а в от x равняется нулю просто просто у вас есть константное решение и собственно говоря это означает что вот сюда нужно константное решение добавить а как добавить да на самом деле вот это вот условия она излишне потому что она как раз возникает из-за того что вы потеряли решение если мы от него откажемся мы становимся решили значит если добавить потерянное решение который тоже действенно равно нулю получаем такое семейство просто x от t можно так вот кстати x от t равняется cf степени t c производит вот ну собственно говоря понятно что таким образом можно любую задачку когда у вас есть уравнение автономные уравнения напрямую свести просто вот итог армиром дальше техническая единственная техническая вещь которую у нас понадобилось сделать это проинтегрировать эту функцию она чем я за совершенно интересного интегрироваться там могло быть такой дифференциальный уравния в котором мы которым вот как ни Meredith но не миндавmarkt нитThey р addict все равно мы можем там проходить там ряды раскладывать производные стал честно даже если даже если явно не писать не может но вот это такой типичный типичный пример того как мы будем искать решение дефицит а давайте теперь поговорим вот о каком вопросе вот смотрите мы нашли мы нашли сейчас какие-то решения нашего уравнения а вдруг есть еще какие может быть есть какое-то решение которого вот мы не нашли давайте я сформулирую теорему существования низность решения деференциального уравнения существование единственности решения задачи каши и формулируется так давайте я сейчас формулирую для общего случая пусть у нас есть уравнение x точка равняется f от x пусть у меня f пусть у меня f это функция значит r на какой-то rn rn значит x от t принадлежит rn это фазовое пространство тогда давайте рассмотрим начальное условие из точки то 0 равняется x ну тогда существует окрестность а b точке т но такая что существует единственным решение уравнения 1 с начальным условием 2 определенная определенная это такая локальная теорема то есть чего она говорит она говорит следующее что если у нас есть если у нас есть какая-то точка то есть я сформулировал эту теорему в такой достаточно большой общности то есть я предполагаю что у меня на самом деле фазовое пространство многомерно вот здесь t а тут допустим пусть будет x1 а здесь пусть будет икс и и вот у меня есть какая-то точка в этом многомерном расширенном базу пространстве здесь и утверждается что обязательно найдется такая окрестность на оси времени что есть решение причем она единственное решение с этим начальным условиям через эту точку я могу выпустить ровно одну интегральную прибыль вот да хороший вопрос конечно накладывается условия это очень важно значит давайте я от f сейчас потребую значит я потребую чуть большего чем надо а именно я потребую c1 гладкости значит c1 гладкость это означает что у нее существует производная всю и она непрерывная ну я сейчас считаю что у меня f это просто как бы такая функция многих переменных у функции многих переменных бывают производные а но в разной точке значение производной раз ну функция функция многих переменных что является производной какой объект ну а вот это вот матрица нам нужно чтобы эта матрица тоже зависела непрерывно от точки тогда функция будет цадин вот если это условие выполняется то тогда теорема вот вот ну я сейчас я сейчас я сейчас я сейчас хочу обсудить как эта теорема работает вот для того случая для которого мы сейчас выявили явную форму а значит для а а нам направление напрямую давайте смотреть что есть получается вот у нас есть вот у нас есть уравнение x точка равняется v от x ну давайте возьмем какое-то начальное условие значит у меня x от 0 равняется x 0 возможно два варианта я первый вариант если v от x 0 не равняется ну ну давайте для определенности в от x 0 больше ну тогда обязательно существует окрестность у точки x 0 такая что для всех x из у v от x 0 тоже v от x тоже будет больше а если в гладкая функция c1 гладкая функция то значит она дифференцируем раз дифференцируема значит непрерывно раз значит если она в какой-то точке больше нуля значит в целом соответственно больше не получается какая-то вот такая что здесь у нас здесь у нас x здесь у меня был положительный наклон ну и где-то в близких точках тоже был положительный наклон значит от времени ничего не зависит поэтому у меня здесь есть вот эти вот штуки просто параллельные и тут будут они тоже какие-то положительные наклоны может быть больше может быть меньше вот ну а что тогда можно сказать ну тогда мы точно понимаем что в окрестности вот этой точки действует наш формулу можно записать такое можно записать нашу формулу что интеграл от x0 до x от t до x разделить на v от x равняется t и ст ну и на самом деле вот эта формула она задает нам зависимость x от t просто более-менее явно как как обратную функцию ну давайте смотреть давайте просто рассмотрим функцию вот эта вот штука вот эта вот штука f она точно строго возрастает потому что под интегральное выражение положительный значит f от x возрастает так как под интегральное выражение положить вот но это означает что она обратим обратная функция определена однозначно и создает решение вот собственно говоря задать решение тоже однозначно то есть во первых решение существует она просто задается явно как обратная функция поэтому во вторых она задается однозначно потому что ну вот потому что она обязана удовлетворять вот этому соотношению мы доказали выше что она обязана удовлетворять и а никакого другого варианта здесь нет значит вот мы нашли решение которое проходит через другую точку кроме для каких-то близких иксов это решение существует ну и значит у нас здесь как для каких-то близких это вот ну окей давайте рассмотрим второй случай во втором случае в от x0 равняется нулю а какое решение тогда у нас есть констант значит x от t тождественно равняется x0 ну и все если правая часть нулевая то значит скорость равна нулю и значит у нас решение обязательно константы и вот мы доказали теорему что единственности для уравнений например тут не нужно ставить пару слов о том почему это не к сравнению то есть интуитивно это очевидно в данном случае но пару слов сказать не нужно все весь драматизм момента сломали давайте рассмотрим такой пример x точка равняется например x в степени 2 3 ну чтобы отрицательные числа не возводить степень давайте я потребую чтобы это был больше равен 0 в принципе это не обязательно я мог там модуль поставить то что сработало давайте значит придумайте мне какое-нибудь решение этого уравнения с начальным условием x0 равняется 0 ну 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 да отлично а теперь давайте посмотрим на вот такую штуку я утверждаю что это тоже решение с тем же начальным условием ну ну давайте продифференцируем значит вот эту вот штуку я должен продифференцировать значит что получается тройка сносится а с другой стороны поскольку там т на 3 то 1 3 тоже вылазит из производной сложной функции и остается вот такая штука ну 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 если если вас это смущает давайте я просто скажу что пусть у меня здесь будет не x в степени 2 3 а давайте просто скажу что это квадрокублические здесь квадрокублические за эксплуат а тогда вот тогда вот это уже тогда право части ну давайте смотреть значит я продифференцировал получилось т на 3 в квадрате а с другой стороны это ровно то же самое что возвести т на 3 в кубе в степени 2 3 и вот получается что у нас есть два решения с одним темно начальным условиям так что ваш вопрос а почему это собственно говоря не экстремум он очень хороший потому что эта функция как раз как раз в в нуле как раз экстремум вот ну давайте поймем а что собственно говоря означает ли это что мы построили конкурс пример к теореме что они не нет она не требует но там есть не требует вот вот в этом доказательстве которое пытался вам продать и которое не купили нигде гладкость не используется непременность используется а гладкость нет а поэтому это доказательство конечно не могло быть верным ну и собственно говоря действительно вот это вот место когда я попытался вас убедить что ну раз производная норма значит но и куда она там не денется вот это место действительно не проходит давайте посмотрим как она будет проходить если мы потребуем все таки выполнение условия прогладко ставить окончания доказательств ну вот на самом деле вот эту вот часть вот эта часть здесь нет никого обмана здесь все было часто там где там где нет нуля там где нет нуля правой части там все хорошо там действительно действительно формула однозначно издает решение Но там, где правая часть обнуляется, эта формула перестает работать, и проблема может возникнуть. Давайте посмотрим, как эту проблему решать. Значит, вот у меня v от x гладкая функция. Но в данном случае это просто функция одной переменной, поэтому гладкость просто означает, что у нее есть первопроизводная, это первопроизводная непрерывная. Давайте, кстати, посмотрим. А что, здесь у нас где-то гладкость нарушается? В нуле гладкость нарушается, да, потому что здесь будет что-то типа x степени 2 трети, при положительных x, при неотрезательных x. А x степени 2 трети, если я дифференцирую, то у меня получается 2 трети x в степени минус 1 треть. То есть получается штука, которая будет стремиться к бесконечности в нуле. И как раз вот это вот, как раз это пример функции, которая не является, не является c1 гладкой. Вот нуле. Там еще производства нет. А вблизи она стремится к бесконечности. Вот, поэтому давайте мы вот это вот запретим. Пусть v – это частная гладкая функция. Тогда я утверждаю следующее, что если мы… И если x со звездочкой – это такая точка, что v от x со звездочкой равняется нулю, то единственное решение уравнение x точка равняется v от x с начальным условием x от 0 равняется x со звездочкой является константой. Других нет. Почему это так? Докажем от противного. Значит, вот у нас есть какая-то точка x со звездочкой. И у нас здесь есть горизонтальное… Значит, наше поле направлений состоит просто из горизонтальных таких точек. И мы уж точно знаем, что константное решение существует, что константная функция является решением. Что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что никакого другого решения нет. То есть невозможно, не может получиться такая ситуация, что вот мы в момент времени t0 живем в x со звездочкой, а дальше, например, пожили-пожили в x со звездочкой, а потом взяли и убежали из него. И оказались в момент времени какой-нибудь… Ну, давайте, t большое… Оказались в какой-то точке x большой. Вот мы хотим запретить вот такую ситуацию. Мы хотим сказать, что такая ситуация не бывает. Хорошо, пусть бывает. Смотрите, моя идея состоит в следующем. Ну, давайте я, опять же, сейчас чуть-чуть упрощу себя жизнь. Давайте мы предположим, что вот эта точка, она на самом деле изолированная ноль. Что есть окрестность, в которой других нолей нет. Это немножко техническое упрощение, но мне неохота возиться с тем, чтобы понять, что происходит, если это неизолированная ноль. Значит, пусть для простоты… В окрестности со звездочкой нет других нулей. Ну, и давайте считать, что вот я запрещаю именно такую ситуацию, когда мы выскочили отсюда в положительном направлении. И давайте считать, что у меня вот здесь, вот во всей вот этой вот области v от x больше нуля. Вот везде вот здесь. Ну, раз я другие нули запретил, то единственный способ, как я могу выйти вот так вот, это иметь положительную производную. Значит, других нулей нет, и поэтому здесь эта штука должна быть именно положительной. И смотрите, какая идея. Вот в самой вот этой вот точке моя формула, которую я раньше вывел, она не работает. Но я очень хочу на нее опираться. Вопрос, как бы это сделать? Вот здесь формула не работает с интегралом. Но как-то хочется ее применить. В пределе чего к чему? Сейчас, значит, у нас x0 просто... Ну, в общем, да. Давайте сделаем вот так. Давайте мы действительно введем еще одно, еще один x. Давайте мы вот здесь вот проведем вот такую вот горизонтальную прямую. Ну, хорошо, пусть вот это будет действительно какой-нибудь x0. И смотрите, вот на вот этом участке, вот на вот этом участке, наша формула работает. От x0 до x большого. Давайте посмотрим на время движения от x0 до x большого. Да, то есть у меня здесь есть, значит, у меня здесь есть какой-то x0. Вот здесь вот у меня есть соответствующий ему т-ноль. И вот меня интересует вот это вот время движения. Чему оно равно? Давайте тогда там, когда созвонили, напишем, дается, что-то не делается. А, да, у меня теперь 2x... Окей, ладно, не будет. Ладно, давайте я тогда лучше вот это x0 обозначу не x0, а x1. Здесь будет x1, и тогда все хорошо. Значит, какое время движения от x1 до x большого? Когда там интеграл от x1 до x большого. Интеграл, да, от какой функции? А теперь действительно давайте устремлять x1 к x-созвездочке. Давайте рассмотрим предел при x1, стремящемся к x-созвездочке. На данном случае будет справа от вот этого интеграла. Ну, понятно, что у v там особенность. В там, ну, как бы, у v там ноль. Значит, у единицы на v там, наоборот, стремление к бесконечности. Поэтому у нас получается вот такой вот интеграл. От x со звездочкой до x большого. dx разделить на v от x. И это не собственный интеграл. Значит, у него есть полюс в точке x-созвездочке. Вот. И этот интеграл может сходиться, а может не сходиться. Как, в общем-то, обычно веду себя не собственный интеграл. Давайте посмотрим, какой исход чему соответствует. А если так оказалось, что этот интеграл сходится, то что это означает? Это означает, что когда мы будем приближать x1 к x-созвездочкой, то вот этот промежуток времени стремится к какому-то конкретному промежутку времени. И, в общем-то, вот такая картинка может существовать. То есть, сходимость вот этого интеграла, она нам говорит, что, в принципе, может такое быть, что мы вот здесь вот там жили-жили, а потом взяли и убежали. Такой побег возможен. Иными словами, она говорит, что вот такой побег займет какое-то конечное время. А если этот интеграл расходится, то есть, если он стремится к бесконечности, то что это означает? Это означает, что если я буду приближать x1 вот здесь к x-созвездочкой вот так вот сверху, то момент времени вот этот вот t1, он будет уходить все дальше и дальше, вот куда-то туда, назад. То есть, это означает, что он заведомо выскочит за любой интервал от t0 до t большого. Такого не бывает. Если этот интеграл расходится, то это означает, что если его побег был бы совершен, то время, которое мне необходимо для этого побега, оно было бы бесконечно. Ну и последний штрих. Давайте поймем, какая же из этих ситуаций возможна, если v является гладкой функцией. Ну, давайте я так скажу просто, что если v принадлежит c1, то она уж, по крайней мере, дифференцируема в нуле. Ну, не в нуле, а в точке к созвездочке. На самом деле, вы, скорее всего, когда-то решали такую задачу. На Матане 1 я в какой-то момент включил в домашнюю задачу по робопроекту. Не помните такое? Да, да, да. Да, 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 да. Значит, ну, давай смотреть. Да, она не просто ограничена. Смотрите, значит, я хочу сейчас доказать, что вот этот интеграл расходится. То есть это означает, что я хочу что сделать? Хочу сказать, что дробь становится большой. то есть это означает что я хочу сказать что ее знаменатель становится маленьким то есть я хочу сказать что вот эта вот штука давайте посмотрим значит у меня что такое v от x ну я грубо говоря раскладываю в ряд и лора хотя в данном случае это слишком громкие слова на самом деле просто использую определение производства значит v от x это есть v от x со звездочкой плюс v штрих от x со звездочкой умножить на что на x минус x со звездочкой плюс мало 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 от x минус x или или иными словами это означает что да на первых в этих со звездочки чему у нас равно по предположению мы стартовали из точки правая часть нулевая вот теперь смотрите на самом деле вот эта вот штука все то что осталось эта штука она ведет себя как ну она давайте я скажу вот у меня есть точка x со звездочкой а здесь есть v от x да тут есть вот эта вот штука но вот у нее есть какая-то производная она ведет себя примерно как примерно как касательно в этой точке на самом деле можно сказать аккуратнее вот скажите что меня интересует меня интересует я хочу оценить вот эту штуку с какой стороны скажешь нам маленькая или большая вот это вот штука знаменатель я хочу сказать что маленький вот вот картинка я хочу сказать что когда x приближается как со звездочкой становится маленькой и на самом деле ну как можно сказать можно сказать вот что можно сказать например что модуль в адрес да давайте есть модуль понаставлю что он давайте вот это вот о маленькой запишу в таком виде это есть альфа от x минус x со звездочкой умножить на x минус x со звездочкой где альфа стремится к нулю при x стремящемся к x за звездочке согласно направлении альфа поэтому получается что дальше я могу сказать что это есть альфа от x минус x со звездочкой плюс в штриха со звездочкой умножить на x минус x со звездочкой или могу сказать что вся эта штука меньше чем там какая-то константа умножить на модуль x минус x это положительная константа ну потому что вот эта штука вот это просто константа а эта штука марита поэтому уж какой-то константы они ограничены ну и все а дальше смотрите у нас получается теперь интеграл dx разделить на v от x а а значит я утверждаю здесь у меня будет x а звездочка здесь есть большой я утверждаю что у меня знаменатель ну допустим интеграл модуля что весь вот этот вся вот эта вот штука она больше либо равна по модулю чем что да ну а вот такая штука уже расходится потому что это все равно что интегрировать единицу на x в виде нуля как бы у нас нижняя граница интегрирования x со звездочкой здесь модуль x минус x со звездочкой то есть ну там если бы икса . было бы нулем то это просто бы интеграл типа dx разделить на x но если здесь модуль тоже модуль можно убрать потому что у меня x больше чем такой картинка эта штука расходится ну и все и мы победили раз эта штука расходится то это означает что время убегания из вот этой вот ловушки она равна бесконечности то есть на самом деле вот такая картинка не было и действительно на этом теряем что низкости для уравнения такого виду доказ ну да ну или ну или вот возникает ну либо и вот такая же проблема проблема с гладкостью ну вообще я имею ввиду функцию так было если сейчас начну кидаться номерами из домашек я могу сказать что я наизусть по-моему я понял я понял что но сейчас вы можете придумать дифференциальное уравнение решением которого является вот такая штука в принципе а но но это не будет дифференциальное уравнение вот такого виды x точка равняется потому что как раз ну вообще можно же можно же не придумать такую сложную штуку например у вас не может быть у вас вообще не может быть у вас решением уравнения вот такого виды x точка равняется в x не может быть ничего ничего у чего есть экстремум потому что Если у вас есть экстремум, то там есть нулевая производная. Если есть нулевая производная, то это означает, что в этой точке правая часть обнуляется. А это означает, что там есть только константное решение. Ну, понятно, что... Не стройбится. Не стройбится. Ну, да. То есть, ну вот у вас не может быть решения. У вас не может быть вот такого решения. не может быть вот такого решения автономного дифференциального уравнения потому что у вас наклон должен вот здесь его здесь совпадать потому что она автоном точно не может быть но на самом деле и и вот такой картинка тоже не может быть в этой ужин тоже не может быть ровно потому что тогда нарушается как раз условия телевышечного низкости если вот здесь вот в одной точке у вас есть нулевая производная то это означает что она должна быть и во всех другие моменты времени в силу автономности и тогда у вас должно быть у вас должно быть вот такое решение этого не было ну то есть ним не мог два решения пересечься ну по крайней мере если опять же по крайней мере если мы требуем что правая часть была бы гладкой если она не является гладкой то вот как раз мы приводили пример как раз когда как раз ровно вот такой картинке вот само решение гладкая а правая часть не глад ну да да то есть как бы вот вот картинка вот вот я вот рисовал вот такую картинку вот если если взять эту картинку для нашего для нашего того примера то здесь будет вот такая вот вертикальная производность вот ну хорошо все на сегодня вот ну